Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим описание машинно-аппаратурных схем непрерывно-поточного сбраживания сусла. Сбраживание сусла производят на заводах средней и большой мощности непрерывно-поточным методом или цикличным. На заводах небольшой производительности сбраживание сусла производят по периодическому способу. Для предотвращения развития в бродящей среде молочно-кислых и других бактерий, воссахариватель одновременно с грибной и бактериальной культурами, подаваемыми в сусло, дозируют прокипяченую суспензию антибиотика лактоцида из расчета 0,02% сухого препарата к массе сусла. Приготовленное таким образом сусло после охлаждения в теплообменнике подают в головные чаны бродильной батареи. При работе по методу с добавлением антибиотика обеспечивается большая стерильность процесса. Период между профилактическими стерилизациями бродильных чанов, трубопроводов и арматуры бродильной батареи. Этот период увеличивается до 5 суток. Продолжительность процесса брожения сокращается до 54-56 часов. Производительность бродильной батареи увеличивается на 15%. Сперва в этом видео рассмотрим описание машинно-аппаратурной схемы линии непрерывно поточного сбраживания сусла без добавления антибиотика. В маточнике 1 выращивают чистую культуру дрожжей. Устройства, принцип работы и расчет маточников представлены в отдельном видео на канале, которое вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или в подсказке. Чистая культура приготовляется в размере 10% от объема сусла, заливаемого в дрожжанку 2. В маточник подается сусло с температурой 55-58 градусов Цельсия непосредственно из осахаривателя. После ввода в эксплуатацию завода или его остановки маточник загружают специально подготовленной питательной средой. Поданное сусло выдерживают 2 часа, после чего оно нагревается паром до 120 градусов Цельсия через змеевик, встроенный в аппарат. Эту температуру поддерживают в течение 30 минут. Затем сусло охлаждают до 32 градусов Цельсия, подавая в змеевик холодную воду. В охлажденное сусло вводят чистую культуру дрожжей, перемешивают и охлаждают до 22 градусов Цельсия. В подготовленной таким образом среде выращивание дрожжей ведут в течение 20-23 часов. Выросшую культуру дрожжей спускают в подготовленную дрожжанку 2, заполненную пастеризованным подкисленным суслом. Сусло заранее подают в дрожжанку из осахаривателя с температурой 55-58 градусов Цельсия. Выдерживают его при этой температуре 2-3 часа, затем через змеевик нагревают паром до 75-80 градусов Цельсия и выдерживают при этой температуре 20 минут. Среду охлаждают до 30 градусов Цельсия при работающей мешалке с одновременным подкислением серной кислотой до 0,7-1 градуса и PH среды 3,6-3,8. Содержимое в дрожжанке отбраживают до остаточной концентрации 5-6 градусов по сахарометру. Изрелые дрожжи перепускают самотёком в возбраживатель 3. Одновременно с перепуском дрожжей в возбраживатель подают охлаждённое в теплообменнике сусло. После заполнения возбраживателя среду в нём подкисляют серной кислотой до 0,4-0,5 градусов и оставляют для брожения на 22-24 часа. При снижении отброда до 5-6 градусов по сахарометру и накоплении дрожжевых клеток 90-100 миллионов в миллилитрах дрожжи из возбраживателя насосом перепускают в головной бродильный чан 4, откуда одновременно подают охлаждённое сусло. При переработке дефектного сырья пассивные дрожжи в возбраживателе приготовляют на пастеризованном сахаренном сусле, так же как дрожжи в дрожжанках. В головном чане происходит головное брожение и концентрация дрожжевых клеток поддерживается в нём на уровне 100 миллионов в миллилитре. По заполнении головного чана начинается переток бражки, по переточной трубе в последующий бродильный чан 5, затем в чан 6 и так далее. Таким образом, по мере заполнения каждого бродильного чана масса перетекает в последующий и заполняет всю батарею из 8 бродильных чанов. Два головных и три последующих бродильных чана снабжены змеевиками для отвода тепла. Последующие три чана змеевиков не имеют, так как при дображивании выделяется незначительное количество тепла и оно отводится за счёт теплоотдачи с наружной поверхности чана. Зрелая бражка из последнего чана передаётся в промежуточный сборник и дальше центробежным насосом 13 на перегонку в аппаратное отделение. В процессе брожения поддерживается температура. В головном чане 27-28 градусов Цельсия, во втором 29, в третьем 28-30, в последующих 27-28. Процесс брожения заканчивается за 60-62 часа от начала притока сусла в головной чан. Углекислый газ образующийся в процессе брожения отводится в спиртоловушке 7. Из спиртоловушки водно-спиртовая смесь через эпюветку 8 отводится в брожную ёмкость для последующей подачи в аппаратное отделение на отгонку спирта. Газ из спиртоловушки направляется в цех для получения сжиженного углекислого газа и сухого льда. Ознакомиться с линией получения сжиженного углекислого газа и сухого льда вы можете пройдя по ссылке в описании или в подсказке. Маточник, дрожжанка, возбраживатель и головной чан дублированы, что обеспечивает непрерывность процесса при отключения одного из аппаратов на стерилизацию. А сейчас рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии непрерывно-поточного сбраживания сусла с добавлением антибиотика лактоцида. В осахариваемое сусло наряду с осахаривающим агентом, солодовое молоко, грибная культура, добавляют прокипяченную суспензию антибиотика лактоцида. Антибиотик обеспечивает стерильность процесса брожения. Антибиотик лактоцид добавляют из расчета 0,02% сухого препарата к весу сусла. В состав основной технологической аппаратуры при работе по данному способу входит 2 маточника, 2 возбраживателя, 2 головных чана, 6 чинов дображивателей и 1 промежуточный сборник зрелой бражки. Приготовление пассивных дрожжей производится в маточнике 1. В маточнике по конструкции он аналогичен маточнику предыдущей схемы. Сусла пастеризуют нагреванием через поверхность теплообмена от 55-58 до 75-80 градусов Цельсия. При этой температуре выдерживают сусла в течение двух часов, а затем охлаждают до 30 градусов водой, подаваемой в змеевик. В охлажденную среду засевают чистую культуру дрожжей, перемешивают их, охлаждают до 22 градусов и оставляют на брожение. Через 20-23 часа выросшую культуру дрожжей передают в возбраживатель. Объем выращиваемых в маточнике дрожжей должен составлять 1-1,5% от объема среды в головном бродильном чане. Процесс ведется, минуя стадию развития дрожжей в дрожжанках, поэтому дрожжанок в схеме не предусмотрено. В остальном процесс брожения происходит так же, как в предыдущей схеме. Процесс брожения в головных чинах и первых двух чинах дображивания ведется при 26-27 градусах Цельсия. Температура поддерживается на заданном уровне за счет охлаждения брожки в выносных кожухотрубных теплообменниках 7. Для прокачивания брожки через теплообменники предусмотрены у каждого аппарата насосы 14, которые осуществляют циркуляцию брожки по замкнутому контуру. Четыре последних чана дображивания не имеют теплообменников, температура в них 27-28 градусов Цельсия. Из последнего чана дображивания готовая брожка перетекает по соединительному трубопроводу в сборник 6, откуда насос М-15 непрерывно подается в аппаратное отделение. Суммарная длительность процесса брожения в батарее составляет 54-56 часов. В последних четырех чанах дображивания смонтированы барбатеры, через которые в аппараты периодически подают компрессором 12 сжатый углекислый газ. Газ энергично перемешивает брожку и предотвращает осаждение дрожжей и твердых частиц на дни нища аппаратов. Углекислый газ, выделяющийся в процессе брожения, направляется по общему трубопроводу в спирта ловушку 10. Освобожденный от паров спирта газ поступает частично к компрессору 12, остальной в цех жидкой углекислоты. Вводно-спиртовой раствор из ловушки поступает через эппару ветку 11 в сборник 17, откуда насосом 18 перекачивается в сборник зрелой брожки 6, а из него с брожкой в аппаратное отделение. При работе по этой схеме период между профилактическими стерилизациями аппаратуры, коммуникаций и арматуры составляет 5 суток. Особенностью основной аппаратуры предусматриваемой схемой является повышение отношения высоты аппаратов к диаметру HGD примерно равно 3 и применение для ее изготовления нержавеющей стали. Техническая характеристика аппаратуры, входящей в эту схему для спиртового завода производительностью полторы тысячи дал в сутки представлена на слайде. А сейчас, когда мы рассмотрели две машинно-аппаратурные схемы сбраживания сусла, рассмотрим устройство и принцип действия некоторого оборудования этих линий, а именно дрожжанок, возбраживателя, головного чанобродильной батареи, спиртоловушки и мерника серной кислоты. Схема дрожжанки объемом 15 кубометров представлена на слайде. Аппарат цилиндра конической формы с плоской крышкой снабжен лопастной мешалкой. Вал мешалки приводится во вращение от электродвигателя 8 через редуктор. Внутри аппарата находится змеевик 6, который используется при стерилизации сусла и последующем его охлаждении. Аппарат стабжен люком 10 и штуцерами для ввода сусла, дрожжей, воды, для выхода газа в брожение, выхода воды из змеевика, выхода готового продукта и промывных вод. Опоры 9 предусмотрены для установки аппарата на промежуточных перекрытиях. Наружную поверхность дрожжанок надлежит покрывать тепловой изоляцией слоем 50-60 мм с покраской поверхности масляной краской в два слоя. Дрожжанку принимают объемом 25-30% от объема возбраживателя. Дрожжанку изготавливают из стали Х17. Технические характеристики дрожжанки представлены на слайде. В возбраживателе осуществляется накопление большого объема дрожжей с содержанием клеток 100-120 мл в миллилитре. Схема конструкции возбраживателя объемом 51 куб представлена на слайде. В возбраживатель представляет собой аппарат цилиндроконической формы. Внутри корпуса размещен змеевик 17 поверхностью 23,5 квадратных метра. Змеевик рассчитан на подогрев среды в аппарате при ее пастеризации и последующее охлаждение. Четырехлопастная мешалка обеспечивает хорошее перемешивание среды. Приводится во вращение от электродвигателя 7 через редуктор 14. Скобы 16 и люк 1 предназначены для внутреннего обслуживания. Устанавливается возбраживатель на фундамент на четырех опорных стойках 4. Рабочий объем возбраживателя принимают равным 40% объема головного бродильного чана. Возбраживатель изготавливается из стали СТ-3. Техническая характеристика возбраживателя представлена на слайде. Головной чан бродильной батареи. В установках непрерывного брожения основной процесс сбраживания сахаристых веществ до 5-6 градусов осуществляется в головных бродильных чинах, в которые подают дрожжи из возбраживателя и охлажденное сусло из теплообменника. Из головных бродильных чинов бродящая среда непрерывно перетекает во все последующие чины бродильной батареи. Конструктивное отличие головных аппаратов и трех последующих за ними от хвостовых чинов заключается в том, что они стомжены змеевиками и выносными теплообменниками для отвода тепла, выделяющегося в процессе брожения. На слайде представлена схема конструкции головного бродильного чана объемом 120 кубометров. Аппарат диаметром 5,1 метра цилиндроконической формы. Днище и крышка сварены из шести отдельных секторов. Внутри чана на стойках 3 подвешен на хомутах охлаждающий змеевик 4. Выполнены из стальных труб. В чане два люка. Люк 8 в крышке для контроля и мытья аппарата. Люк 7 в цилиндрической части для удаления углекислоты после перекачивания из аппарата продукта при профилактическом осмотре нижней части чана. Непосредственно под верхним люком 8 помещена лестница для обслуживания аппарата при эксплуатации и ремонте. Патрубок в днище предназначен для спуска продукта, промыванных вод и подачи пара при стерилизации аппарата. Чан снабжен мановакууметром, гидрозатвором, предохранительным клапаном с вакуум-прерывателем, которые исключают возможность разрыва аппарата в случае повышения давления или смятия при образовании вакуума. Устройство вакуум-прерывателя и схема его подключения представлены на слайде. Головные бродильные чаны изготавливаются из стали СТ-3. Технические характеристики головного бродильного чана представлены на слайде. Головной бродильный чан обычно рассчитывается и при расчете определяются основные конструктивные размеры, поверхность теплообмена и энергетические показатели головного бродильного чана. В данной видео лекции расчет головного бродильного чана не представлен. Однако, вы можете найти этот расчет в технической литературе. Улавливание паров и капель спирта, уносимого из бродильных чинов углекислым газом, проводят на спиртовых заводах в спиртоловушках нескольких конструкций. Наиболее распространены спиртоловушки колпачкового типа. По конструкции они аналогичны бражным колоннам, но имеют не более 10 тарелок. Реже применяются спиртоловушки, наполненные кольцами рашига. Спиртоловушки этого типа представляют собой вертикальный цилиндр с несколькими поперечными ситами. На нижнее сито укладывают кольца рашига. Верхние сита служат для равномерного распределения воды по сечению колонны и окончательного десорбирования спирта из газа, движущегося навстречу капельной жидкости. Спиртоловушки обоих типов работают по принципу противотока. Углекислый газ движется снизу вверх, а вода сверху вниз. Подачу воды регулируют таким образом, чтобы водоспиртовая смесь, выходящая из спиртоловушки, имела крепость не выше полутора, 1,7 объемных процента. При более высокой концентрации не происходит полного улавливания спирта. Так, при крепости отводимой водно-спиртовой смеси 2,6 объемных процента улавливается только 50 процентов спирта, содержащегося в газах брожения. Более эффективна спиртоловушка абсорбционно-конденсационного типа. Спиртоловушка работает по принципу двухфазной абсорбции паров спирта. Абсорбции тонкой пленкой воды из охлаждаемого газа, движущегося навстречу стекающей пленкой и окончательной абсорбцией капельной жидкостью, протекающей через ситчатые тарелки, а также вспененной водой на этих тарелках. При таком режиме практически улавливается весь спирт из газов брожения. И удается получить крепость, выходящая из ловушки водно-спиртовой смеси, до 5-7 объемных процента. Аппарат состоит из шести царг диаметром 290 мм, соединенных фланцами. В нижней царге 1 находится патрубок 13 для ввода углекислого газа и патрубок 19 для отвода водно-спиртового раствора из аппарата. В расположенную над ней конденсаторную царгу 2 вмонтированный теплообменник из латунных труб 7 с внутренним диаметром 28 мм и толщиной 1 мм. Верхние концы труб выступают на 25 мм над трубной решеткой и имеют по 6 прямоугольных вырезов размером 5 на 1 мм. для равномерного распределения воды, поступающей в трубы, по их внутренней поверхности. Для подачи охлаждающей воды в межтрубное пространство царги 2 и отвода ее предусмотрены по трубке 14 и 15. В конденсаторной царге на фланце прикреплена промежуточная царга 3, а выше ее еще 3 царги 4, длиной по 600 мм. Между фланцами этих царг зажаты 3 сетчатые тарелки 8, с живым сечением 0,0625 квадратных метров. Аппарат снабжен также по трубками для ввода воды на абсорбцию отвода углекислого газа и гильзами 17 для термометров. Оптимальные условия тепло- и массообменов спиртоловушки создаются при скорости газа по трубам 6 метров в секунду, через живое сечение сит 9 метров в секунду и по свободному сечению верхних царг 0,9 метра в секунду. Материал корпуса аппарата СТ-3. Труб конденсаторной части латун. Техническая характеристика спиртоловушки представлена на слайде. Мерник серной кислоты, используемый для подкисления сред в бродильном отделении спиртовых заводов, имеет цилиндроконическую форму с плоской крышкой. Для замера дозируемой кислоты установлен указатель уровня 16, к которому при монтаже аппарата крепится рейка с делениями. Корпус 1 крепится на трех стойках к специальному поддону 15, предусмотренному для сбора кислоты в случае ее утечки через неплотности во фланцевых соединениях или соединениях указателя уровня. Из поддона серная кислота по патрубку 7 сливается в сборник для хранения. К этому же сборнику подключается трубопровод от патрубка 12. Свободного перелива кислоты из аппарата в случае его переполнения. В аппарате имеются также патрубки для ввода кислоты, отвода воздуха и кислоты. Детали аппарата, соприкасающиеся с кислотой, корпус, днище, крышка, патрубки, поддон и изготавливаются из нержавеющей стали H18N9T. Остальные из ST3. Технические характеристики мерника кислоты представлены на слайде. Вы посмотрели видео, посвященное машинно-аппаратурным схемам непрерывно-поточного сбраживания сусла. В этом видео мы также рассмотрели устройство и принцип действия оборудования этих линий. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, а в колокольчике все уведомления, чтобы вовремя узнавать о новых видео на канале. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Отправьте это видео по WhatsApp. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok